Израиль, как выяснилось, оказал весьма существенную помощь сирийцам, пострадавшим от боевых действий. В течение последнего года израильские военные переправили в приграничный район арабской страны огромное количество гуманитарных грузов и вывезли оттуда тысячи раненых. Подробнее Сергей Ослендер. Эта операция, которая называется «Доброе соседство», больше года держалась в строжайшем секрете, во многом для того, чтобы не навредить самим сирийцам, получающим помощь от еврейского государства. Но после событий последних дней на Храмовой горе и обвинений в адрес Израиля в геноциде мусульман, эти данные решили обнародовать. Собственно, то, что Израиль помогает мирным жителям в Сирии, никогда не было тайной, но вот объем этой помощи оказался настоящей сенсацией. Например, за последний год израильские военные доставили в приграничную зону около тысячи тонн дизельного топлива, сотни тонн продовольствия, оборудование для полевых клиник и многое другое. Но главное, медицинскую помощь в израильских больницах совершенно бесплатно получили 4 тысячи раненых сирийцев. В приграничных районах Сирии полностью разрушена система оказания медицинской помощи. Ни больниц, ни клиник, ни аптек, ничего, ни раненые, ни больные, ни роженицы, никто не получает помощи. Эти люди могут рассчитывать только на нас. Одних детей мы приняли около 500. На границе Сирии армейские медики сейчас строят госпиталь, в котором будут принимать раненых сирийцев. Зона жителей которой обслуживает, а фактически содержит Израиль около тысячи квадратных километров. Там находится примерно 200 тысяч человек. Еще в начале 2016-го Иерусалим обращался к различным международным организациям с просьбой оказать содействие в доставке гуманитарной помощи в Сирию, но ответа так и не получил. В правительстве неоднократно подчеркивали, что Израиль не собирается вмешиваться в сирийский конфликт, но и не будет закрывать глаза на гуманитарную катастрофу. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.